Добрый день. Игнатий Тихонович, я очень хотела с вами поговорить. Так, у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Я слушаю, говорите. Ничего, что я как буду? Ничего, говорите. Игнатий Тихонович, первый вопрос у меня такой. Волнуюсь очень сильно. Сергей Егорыч к вам приехал, с Енакиева. Игнатов. Я не понял, кто приехал? Сергей Егорыч Игнатов к вам приехал, с Енакиева. Да, да, да. Пантелеевку. Пантелеевку. А я раньше жила в Енакиево 10 лет. Я так обрадовалась, я не знаю почему. Как будто я его знаю. Ну, я не знаю его. Но я просто сразу слова ваши вспомнила, что у Бога всё вымерено. И вот как, думаю, вот так вот всё ведут к людей. Простите меня, Господи. Это от радости. А вы где живёте-то? Я живу на севере, город Наринмар. А, вон где. А чё вы так это, я не пойму, из-за чего вы плачете-то? Не знаю, от радости. А какая, из-за чего радость-то? Ну, не знаю, я прямо услышала, что вот он приехал к вам туда. И вас сейчас увидела. Интересно. Ну и что из того, что он приехал? Почему вы обрадовались, я так не пойму. Ну, я просто, смотрите, я сама жила там 10 лет в Енакиево, жила. А сейчас я живу на севере, приехала к маме жить. Вот. И я просто, как он мне, как мне подумалось, я же тоже жила в Енакиево. Придайте просто привет ему от меня. Это Донбасс где? Вы знаете, где он будет? Донбасс, на Украине. Убридар там город, говорит. Енакиево, да. Это Енакиево. Он из Енакиево приехал. А у вас как фамилия-то? Марина Михайлюк. Михайлюк. Да, ну, девичья, девичья. А он вас знает? Нет. Игнатий Тихонович, я думаю, что не знает большой город Енакиево. Просто я училась в 25-й школе. Марина Мазунина, моя девичья фамилия. Мазунина. Мартунина? Мазунина. Мазу. Мадунина. Нет, Мазу. Мазунчик, Мазу. Мазунина. Да, 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 Мазунина. С Урала. Я сама родилась на Урале. Да. И мне тоже очень этот... Ну, как-то вы мне все родные, мне кажется. Ну, слава Богу. Это дело Божье. Второй вопрос... Да. Второй вопрос у меня еще есть личного характера. Значит... У меня две дочери. Одна дочь живет в Питере с мужем. Вторая дочь живет со мной здесь, на Ринмаре. Я с ними живу. У меня есть внук Максим. Ему 6 лет будет. Слушайте внимательно. Никакой тайны не говорите, потому что все это известно. Ну, ладно, говорите. Хорошо. Ничего не скажу тайного. Я просто хочу сказать, что мы живем все вместе. Нам надо ли разъехаться? Потому что по Библии как-то пишут, что должны отсоединиться родители от детей. Нет. А я живу с ними. Не наврежу. Наоборот. Наоборот, надо быть и помогать. А, все. Спасибо. Во славу Господу. Я и так чувствую сердцем, что я им нужна. Нигде в Библии нет того, что разделять. А оставить. То есть прилепиться. Теперь отдельной ячейкой. Угу. Да. Ну, вот этот вопрос меня очень волновал. То есть хотела сначала продать квартиру, так как она моя. Ну, с дочкой пополам. И уехать. А сейчас думаю, нет. И мама моя живет в этом городе. Понятно. У вас еще какие вопросы, может, есть? Вот есть еще вопрос. В этом году у меня отпуск в июле. Я уже распланировала его. А на следующий год бы хотелось приехать с внуком к вам. Вот как будет возможность. Но не буду загадывать. А почему не нынче? Потому что... А нынче уже... Я договорилась. И уже мы билеты... У нас с билетами очень сложно. Мы уже... Я купила до Москвы. Мало времени взяла. С ним только 10 дней. А потом его забирают родители. Ну, да. А на следующий год я распланирую уже. Да. Я очень хочу. На все лето к вам. Если ничего у вас больше нету, прощаемся. Благодарю. Спасибо, Христос. Во славу, Господи. Аллилуйя. Во славу Божию. Отхожу. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.